Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Ну что ж, рассуждаем о наследии Трампа, причем наследии не только, которые имеют отношение к нашим внутренним делам, но и таких важных вопросов, как, скажем, мир на Ближнем Востоке, Израиль. Вот об этом давайте поговорим. Да, но на самом деле наследие не самое подходящее, потому что, по крайней мере, до 6 января я надеюсь и верю, что Трамп удастся отстоять справедливость и сохранить Белый дом, сохранить свое присутствие в Белом доме. Но, тем не менее, в последние месяцы на Ближнем Востоке произошли настолько значительные и серьезные изменения, что, в общем, впору как бы подводить итог, безотносительно того, что будет дальше происходить в Вашингтоне. Ведь посмотрите, Сергей, на протяжении 72 лет президенты США пытались добиться мира между Израилем и арабским миром. И все эти годы их усилия, как мы знаем, проваливались практически всегда. И то, что так долго ускользало, по сути дела, от всех прочих президентов, начиная от дуэта Эйзенхаура и до Барака Обамы, похоже, без особых усилий пришло к президенту Дональду Трампу. Всего за 4 месяца. Ну, конечно, это предваряло большая подготовительная работа, но, тем не менее, всего за 4 месяца Трамп вместе с премьер-министром Израиля Бениамином Натаньял сумел заключить сразу 4 мирных соглашения между Израилем и арабскими странами. Вдвое больше, чем все его предшественники вместе взятые. В прошлый четверг Трамп анонсировал присоединение Марокко к соглашениям о нормализации, соглашениям Авраама с Израилем, которые уже были подписаны Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахриином и Суданом. И очень вероятно, что в ближайшие 3-4 недели, может быть, даже раньше, еще несколько арабских государств войдут в этот клуб мира. И Трамп не только принес больше мира на Ближний Восток, причем более всесторонний, вы гораздо быстрее, чем все его предшественники вместе взятые, но и сделал его проще. Связи Израиля с его партнерами по соглашениям Авраама расширяются с каждым днем. В Израиль уже устремились туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, а учитывая то, что каждый седьмой израильский еврей является потомком марокканской диаспоры, потенциалы деловых и культурных связей между Израилем и Марокко, они вообще практически безграничны. Все эти мирные соглашения Трампа на Ближнем Востоке, они при этом крайне унизительны для его предшественников. Ведь они не только потерпели неудачу там, где он преуспел, но они, более того, настаивали на невозможности подобного сценария, того сценария, который Трамп пришел и осуществил. Вот, например, Джон Керри, который в качестве госсекретаря Барака Обамы курировал неудавшиеся мирные усилия администрации Обамы на Ближнем Востоке еще в 16-м году. И вот он в 16-м году настаивал, я цитирую, «между Израилем и арабским миром не может быть сепаратного мира». Он тогда выступал в Брукингском институте и очень решительно заявил, опять же, цитирую, «Я хочу ясно заявить», — говорил Керри, — «об этом всем вам. Я слышал, как несколько видных политиков в Израиле иногда говорят, но арабский мир сейчас совсем другой, нам просто нужно с ними договориться. Мы можем кое-что проработать с арабским миром, и мы разберемся с палестинскими арабами». «Нет, нет, нет, нет», — продолжал Керри, «без палестинского процесса и палестинского мира не будет продвинуто сепаратного мира с арабским миром. Все должны это понимать. Это суровая реальность». Сразу несколько видных политиков Израиля — это, безусловно, был Натаньял. Именно во время правления Обамы Натаньял стал развивать тесные стратегические контакты с рядом арабских государств, особенно с Египтом, Саудовской Аравией и Соединёнными Арабскими Эмиратами. Именно тогда стороны договорились и объединились из-за взаимного недовольства негативным воздействием на Ближний Восток политикой Обамы. Что в политике Обамы их объединило? Ну, во-первых, начиная с администрации Гарри Трумана, определённые идеологические догмы диктовали политику США в отношении арабо-израильского конфликта. Самое главное, США считали, что арабские государства заключат мир с Израилем только в обмен на уступки земли Израиля. Начиная с администрации Джимми Картера, эксперты, возьмём этих экспертов в кавычки, разумеется, придерживались теории, согласно которой Израиль должен был уступить землю, организация освобождения Палестины в качестве предварительного условия для любого более широкого признания Израиля арабами. Я очень хорошо помню эту доктрину, которую озвучивал Перес. Он говорил, мир меняется, Израиль не может остаться один на Ближнем Востоке, он должен заключить мир с арабами, с арабовыми государствами, а это невозможно без того, чтобы Израиль уступил и удовлетворил требования палестинских арабов, какими бы безумными они ни были. И вот Израиль старался удовлетворять эти требования, и каждый раз, когда дело доходило до вопросов дальнейшего существования, израильские политики упирались, и всё это снова заканчивалось ничем. Потому что было понятно, что палестинские арабы, лидеры ООП, они не просто требовали уступок, они требовали таких уступок, которые не были совместены с дальнейшим существованием государства Израиля. А второй столб в политике США в отношении Ближнего Востока был сформирован вскоре после Исламской революции 79-го года в Иране. С тех пор все президенты США стремились заключить сделку с иранским режимом, полагая, что правильное сочетание кнута и пряника убедит крупнейшее государство, крупнейшее в смысле спонсоров террора, зарыть свой топор против США. И здесь тоже господствовал такой, скажем, экспертный катехизис. То есть вот были эксперты, опять же, возьмем их кавычку, которые не говорили, вот так, только так мы можем договориться с Ираном. Что отличало Барака Обаму от всех его предшественников? Это его упорство, такое вот догматичное упорство в объединении всех этих догм, в коллективную идеологию американской вины. То есть Обама изначально считал, что Америка виновна. Мы помним его подходы. Это вот институционный расизм. Обама говорил, что американское государство, оно порочно по сути своей. Ну и, соответственно, конечно, все его действия были порочны. Поэтому есть американская вина. И что касается палестинских арабов, Обама считал, что только Израиль виновен в провале мирного процесса, в котором палестинские арабы, как я только что сказал, твердо придерживались террора и раз за разом отвергали предложение Израиля о создании палестинского государства. Им предлагали создать их, но просто на таких условиях, на которых Израиль мог бы существовать, их это не устраивало, потому что они не хотели рядом с Израилем, они хотели вместо Израиля. И Барака Обаму не смущил тот факт, что односторонний уход Израиля из сектора Газы еще больше радикализовал палестинских арабов, вместо того, чтобы сделать их более умеренными. Ему говорили, ну смотри, мы оставили Газу, мы отдали им, пусть они построят там государство, пусть построят там Сингапур, пусть сделают зону свободной торговли, пусть живут и процветают, но они же все деньги тратят на то, чтобы уничтожить Израиль, чтобы обстреливать Израиль. Это их цель. Как мы можем уступать им еще? Но, по мнению Обамы, США не удалось добиться мира лишь потому, что они не оказали достаточного давления на Израиль, чтобы заставить его отступить еще больше. В отношении же Ирана, хотя предшественники Обамы и были готовы проигнорировать некоторые интересы США, чтобы заключить сделку с аэтовами, никто из них не отвергал реальность до конца, в отличие от Обамы. И поскольку Иран сохранил приверженность террору, добиваясь получения ядерного оружия, еще и угрожал США их интересам, предшественники Обамы были вынуждены отказаться от своих надежд на соглашение. Но, в отличие от них, Обама был убежден в том, что враждебность и враждебные действия Ирана коренятся в прошлых американских ошибках, вот в этом институционном расизме американского государства. И ничто не могло заставить его поэтому отказаться от ядерного соглашения с Тегераном. За два года ядерных переговоров Обама отмел все ограничения США от запрета Ирану обогащать уран до соблюдения законов США, запрещающих перевод средств государственным спонсорам террора. Отказавшись от всех условий в июле 2015 года, как мы помним, Обама и Керри заключили таки ядерную сделку, которая, по сути дела, просто гарантировала, создала такой зеленый коридор для Ирана, гарантировала ему получение атомных бомб в течение 10 лет. Ну и еще, как мы хорошо помним, обогатила режим на 150 миллиардов долларов в виде снятия санкций и в виде налички, которые они посылали самолетом туда. И при этом еще гарантировала Ирану полную свободу действий как в поддержке террористических организаций вроде Хизбаллы, так и в экспансии в сторону соседних государств Ирака, Ливана, Сирии и Хебель. А вот потом был избран Трамп. И если Обама отличался от всех своих предшественников идеологическим догматизмом, Трамп отличался тем, что в своем подходе он отдал предпочтение фактам, а не идеологии. Он отнесся со здравым, здоровым пренебрежением к догматам неоднократно ошибавшихся экспертов. Понимаете? Трамп ведь деловой человек, если он видит, что эксперт, каким бы экспертом он ни был, сколько бы регалий на нем нависело. Но если он ошибается раз за разом, то как можно доверять его оценкам? И Трамп отнесся к этому здоровым пренебрежениям. Посчитал, что США должны выступить на стороне своих союзников, что кажется естественным нам, да? Но Обаме это не казалось естественным. Так вот, выступить на поддержку своих союзников против врагов, а не ухаживать за врагами за счет интересов своих союзников, как поступал Обам. И когда Трамп вступил в должность, он столкнулся с результатами идеологически жесткой политики Обамы, потому что за получивший огромные полномочия Иран вел войну с союзниками США через своих сателлитов и марионеток и в Сирии, и в Ираке, и в Ливане, и в Газии, и в Йемене, и расширял свои операции в Африке, об этом немножко поговорим еще сегодня, и в Латинской Америке, и вовсю, конечно, нарушал ядерную сделку. И при этом еще контролировал обширные территории в Сирии и Ираке, деля их как бы с исламским государством. И со всеми этими бедами, нестабильностями и войнами столкнулись союзники США на Ближнем Востоке, которых Обама просто отверг, бросил под автобус, как говорят в Америке, есть такое выражение. Это Израиль, это Саудовская Аравия, это Египет, это Объединенные Арабские Эмираты, это Марокко и другие страны. И чтобы уменьшить как-то давление и опасности для своих интересов и национальной безопасности, которые были вызваны вот этой политикой Обамы, эти союзники начали постепенно налаживать отношения сотрудничества в области безопасности. Именно эти связи, насмешливый отверг Керри, утверждая, что арабы не станут жить в мире с Израилем, если Израиль сначала не сдастся на милость ООП ООП, Организация Освобождения Палестин. Если бы Трамп, подобно своим предшественникам, относился бы к реальности менее почтительно, он, возможно, последовал бы примеру Керри и проигнорировал бы связи, которые установились между Израилем и умеренными сунницкими государствами, настаивая вместо этого на том, чтобы палестинских арабов следует немедленно убожить. Но Трамп, он же принимает реальность за основу своей ближневосточной политики, и он прислушался к союзникам Америки, которые говорили, мир другой совсем, мы по-другому сейчас ведемся. И эти союзники как раз очень поддержали решимость Трампа выполнить свое предвыборное обещание и отказаться от ядерной сделки Обамы и встать на пути у ядерного шантажа и агрессии Ирана, несмотря на продолжающий взывать к умиротворению истошный кор экспертов, опять же напомню, экспертов в кавычках. И готовность Трампа противостоять Ирану и встать на сторону союзников Америки принесла ему огромное доверие со стороны умеренных арабских игроков во всем регионе. Те же правительства, которым угрожали заигрывание Обамы с Ираном, были воодушевлены политикой Трампа, его решительной конфронтацией с аятовами. И его неизменная поддержка Израиля вселила в арабские государства уверенность в том, что Трамп поддержит их тоже, ведь они тоже союзники Америки, в конце концов. И эти действия как раз и подготовили почву для соглашения Авраама, которые вывели уже установленные Израилем к тому времени и рядом других нескольких арабских государств рабочие, нозуколистные отношения на уровень открытых и официальных связей. Критики соглашения утверждают, что миротворчество Трампа не более чем потку. Мол, в обмен на мир с Израилем объединенные Арабские Эмираты получают истребители F-35, а Марокко получает признание США своего суверенитета над Западной Сахарой, а также ещё передовые дроны, а Судан исключается из списка государственных спонсоров террора. Точно так же раннее признание Трампом суверенитета Израиля над Иерусалимом и голландскими высотами часто высмеивалось как дары Израилю, которые не приносили никакой ощутимой пользы Америке. Мол, типа, ну да, конечно, он признал и Иерусалим, столица Израиля, и Голланды признал за Израилем, но Америке-то от этого никакой пользы нет, мол, это всё только для израильтян. Вся эта критика не учитывает того, что эти выплаты и подарки на самом деле являются инструментами для дальнейшего установления региональной стабилизации и мира. Давний отказ Америки признать столицу Израиля и его суверенитет над голландскими высотами, он оставлял открытым вопрос о приверженности Америки долгосрочному выживанию Израиля и тем самым усиливал силу войны и нестабильности в регионе. Понимаете, те, кто считали, что то, что делает Трамп в отношении Израиля и в отношении других своих союзников на Ближнем Востоке, вот этих арабских государств, что он это делает как подарки, просто раздаёт с барского плеча, они не понимали, что на самом деле это подход бизнесмена. Да, он давал подарок Израилю, но давая такой подарок, он как бы показывал, что он заинтересован в сохранении стабильного Израиля. Он укреплял Израиль, укреплял его позиции на Ближнем Востоке, тем самым он укреплял позиции Америки, потому что Израиль это американский союзник. И поддерживая союзников США, Трамп наделял их полномочиями и при этом деморализовывал Иран и его марионеток. А союзники США, в свою очередь, смогли усилить свою защиту от Ирана и других общих угроз, вместо того, чтобы оставлять эту работу Америке. Понимаете, Трамп нашёл способ расширить американское влияние и безопасность, не подвергая при этом американские войска опасности и не инвестируя значительные американские ресурсы. То есть то, чем всегда, как бы, окей, вопросы решает дубинка. А Трамп пришёл и сказал, можно ведь без дубинки. Можно здесь нашему союзнику что-то подфартить, как-то здесь ему сказать да, здесь признать. И в итоге мы укрепляем наших союзников в регионе, не посылая туда ни одного солдата. Нам этого уже не нужно. И не тратя при этом никаких денег собственных. Вот что касается Марокко и Западной Сахары, которые в последнее время говорят, ведь новый договор, и вот мы уже слышали, что вот Трамп кинул это признание Западной Сахары Марокко с барского плеча, и вот, мол, это вообще безответственно, и это всё неправильно, и что это такое вообще? Давайте подумаем. Вот в интервью Кэролейн Глик в сентябре 2018 года, ещё два года назад, перед официальным визитом в Вашингтон, министр иностранных дел Марокко Насер Борита изложил причины, почему это важно, чтобы Америка признала Западную Сахару марокканской. Он тогда пояснял Глик так, что Иран использовал свои дивиденды от ядерной сделки для создания плацдармов на Атлантическом побережье в Северной и Западной Африке, понимаете? Там в Западной Сахаре либо Марокко, либо иранские прокси, марионетки. Через Хизбалу, Ливанскую, Иран вооружал фронт Палисарио. Вообще фронт Палисарио, кто помнит, это коммунисты, марксисты, можно сказать, друзья демократов американских. Но кого они нашли себе в качестве непосредственных сторонников и поддержки? Советского Союза больше нет. Кто и будет подкармливать оружием и деньгами? Иран через Хизбалу. И вот он передавал им современное оружие. И он использовал там шиитских миссионеров для радикализации молодежи Марокко и Западной Африки. То есть Марокко синидское государство. Но можно прислать других мусульман, шиитов, которые будут проводить свою политику, настраивая публику жителей Западной Сахары и Марокко молодую публику против марокканского государства, чтобы расшатывать это государство. А еще Хизбалу там отмывала террористические средства для Ирана через Западную Африку и получала их через Западную Сахару и дальше в Сибирь. То есть понимаете, Марокко в том же самом как бы ближневосточном котле. И точно так же у него проблемы как и у Израиля, у которого под боком газа и вот эти все области в Ливане и в Сире И вот тогда Бурита министр иностранных дел Марокко он утверждал, что признание США суверенитета Марокко в Западной Сахаре оно стабилизирует регион и позволит Марокко работать со своими умеренными соседями, чтобы вытеснить Ираны Хизбалу и положить конец войне в том числе в Ливии, которая идет совсем недалеко от Марокко. Понимаете? То есть это все части одного большого пазла. То, что не хотят понимать или действительно не понимают эксперты, которые считают, что Трамп подарки разным странам. На самом-то деле он не подарки раздает, он создает, выстраивает систему, которая работает на интересы Америки. Признание суверенитета Марокко не было платой за мир. Это было средство обеспечения успеха и распространения мира во всем регионе за счет усиления союзников Америки в их борьбе против врагов же Америки. Теперь, когда Иран готовится к президентству Байдена, Иран снова агрессивно продвигается вперед. Он казнит журналистов, он нападает на салтовские нефтяные танкеры. Иран считает, что без поддержки США Израиль и умеренные сунниты перестанут противостоять различным террористическим силам. Но это подводит нас к самому экстраординарному аспекту Мараккана-Израильского соглашения, к тому, что оно говорит нам о долговечности достижений Трампа. Ведь этот договор фактически заключен после того, как в мире считают, что Трамп проиграл, его политическое поражение как бы неизбежно. И хотя мы с вами надеемся, что 6 января еще что-то может случиться и как-то может быть переиграно, но в мире большинство политических структур, сил, институтов считают, что в общем все. И вот на фоне того, что как бы в общем все, и приходит Байден, и Трамп уходит, Марокко идет на это соглашение. Потому что поддерживая союзников США и выступая против врагов США, Трамп наделил силой мира и умеренности на Ближнем Востоке полномочиями перестать полагаться на Америку, защищать себя самим и вместе строить мир для своих народов и своего региона, понимаете? Независимо от того, кто находится в Белом Доме. Вот в чем сила его подхода. Это была не раздача слонов, подарков и, так сказать, барского плеча за счет американских интересов. Напротив, это изначально была политика, которая укрепляла американские позиции без того, что Америке приходилось за это платить своими солдатами, своими ресурсами, своими финансами. И эта вещь, эта модель, которая продолжает работать даже сейчас, когда в мире убеждены, что Трампу придется оставить 20 января в Белый Дом. Вот в чем сила вот этого подхода. Я считаю, конечно, что это позволяет нам надеяться быть оптимистами даже в случае, если не удастся Трампу отстоять справедливость и не допустить приход Байдена в Белый Дом. На Ближнем Востоке, по крайней мере, то, что заложил Трамп, оно продолжит работать, в том числе и в интересах Америки. Спасибо, Сергей. Спасибо, Александр. Мы сделаем небольшой перерыв. После перерыва вернемся, продолжим. И если у вас будут вопросы или комментарии, я сейчас обращаюсь к радиослушателям. Вы всегда сможете позвонить к нам в студию 847-400-5200. Но это будет сразу после перерыва. Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Еще раз напомню, телефон 847-400-5200. Ну и, коль скоро вопросов нет, и так все ясно, если будут, я дам знать. Давайте поговорим об интервью, которое дал Бенни Ганс о газете Саудовской Аравии. Да, Сергей. Действительно, на этой неделе в газете «Аль-Шаркаль-Аусад», которая принадлежит члену Саудовской Королевской Семьи и издается в Лондоне, было опубликовано интервью с Бенни Ганс. Теперь мы поговорим и о содержании этого интервью, скажем о том, какой посыл передал Бенни Ганс в этом интервью. Но прежде очень важно и очень интересно понять, насколько это интервью является вообще новым, абсолютно новым и принципиально новым уровнем сближения Израиля и Саудовской Аравии. Почему? Потому что речь идет о очень давних, одной из старейших центральных саудовских газет, которая непосредственно принадлежит Саудовской Королевской Семье. И эта газета публикует интервью с человеком, который был начальником Генштаба Армии Обороны Израиля и сейчас является министром обороны. Следует понимать, что в глазах арабов министр обороны или начальник Генштаба Израиля это красная тряпка, потому что он непосредственно командовал теми действиями армии, которые приводили к убийству арабов. То есть нет с точки зрения арабов и их противостояния Израилю человека, который страшнее, чем глава Израильской армии. Страшнее и вызывающим большую ненависть. Окей, с политиком Натаньял они еще могут договориться, тем более с какими-то людьми других профессий. Но вот речь идет о главе армии, про которого ведь Израильская армия с точки зрения арабов, по крайней мере, совершала огромное количество ужасных преступлений в отношении арабов. Они сами себя настраивали. Александр, мне не хочется вас перебивать, но давайте вот в этом месте мы остановимся, примем звонки и потом продолжим, если вы не задержите. потому что это очень важный момент, я хотел бы довести потом его до конца. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа, добрый день, Александр, добрый день, Сергей. С окончанием большого праздника, надеемся, что мы еще много-много-много лет будем его праздновать, так сказать, с окончанием всего мира. Вопрос такой, Александр, вы все-таки вхожи, как говорят, в круги своего, Ликуда и так далее, вы знаете людей, вы сами, что эта администрация, если она придет к власти, что она может сделать хуже, чем сделала антисенита Обамы, потому что что они могут спекулировать вам, что вы не сделаете то, не отдадите то, мы заберем посольство, я не знаю, как вы считаете. И другой вопрос, потому что я уже слыхал какие-то интересные, не знают на кого что свалить, как вы считаете роль Кушнера, я считаю, что он просто блестяще справился как дипломат, мое мнение, может я не прав, скажите, как вы это понимаете, или как вообще в Израиле понимает роль Кушнера, потому что уже его обвиняют, что он виноват. Вот так, спасибо большое и вам всего хорошего, ребята, буду с удовольствием вас слушать. Спасибо. Ну, во-первых, по поводу роли Кушнера, я думаю, что, по крайней мере, мне так кажется, и я думаю, что так же понимают и в израильском политическом эстеблишменте, Кушнер играл самую непосредственную роль в оформлении вот этих самых соглашений. То есть, он молодой, он очень энергичный, он в каком-то смысле психологически, может быть, даже ближе вот к этим молодым арабам, которые инициировали сближение к наследному принцу Саудовской Аравии, фактически к наследному принцу или не принцу, так сказать, лидеру Объединенных Арабских Эмиратов. Они люди одного возраста, они как бы представители золотой молодёжи и в каком-то смысле это люди, которые сказали, ну вот зачем нам эта война, зачем нам эти все неприятности и сложности, когда можно жить договорившись и получать от этого огромные доходы. И я думаю, что действительно Кушнер с его таким как бы прагматичным подходом и в то же время с симпатией к Израилю, он был для них тем проводником, который позволил завершающим аккордом то, что в итоге, вот мы об этом говорили только что, сложило пазль и от рабочих, но закулисных тайных отношений Израиля с арабскими странами мы пришли к открытым соглашениям, которые они не побоялись, на которые они не побоялись пойти. Действительно, думаю, что Кушнер сыграл в этом огромную роль. Что касается администрации Байдена, возможно, мы оговоримся все-таки, до тех пор, пока Сенат не примет, не сертифицирует решение коллегий выборщиков, мы будем надеяться на то, что справедливость восторжествует. Может быть, она действительно восторжествует. Давайте попробуем, или вы отвечаете еще? Я думаю, что Байден не сможет очень сильно навредить Израилю, и потому, что я сказал вот только что, в регионе, в ближневосточном регионе реальность, оставленная Трампом, работает сама на себя. И потому, что, конечно, все-таки, надеюсь, в Сенате у Байдена не будет большинства, а значит, его будут притормаживать республиканцы. Еще один звонок примем, потом вернемся к теме интервью. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Александр. Вы в первой части рассказываете очень интересные вещи, очень глубоко и широко рассматриваете вопросы. Если можно было заглянуть, опять, конечно, в вашу выбор можете не ответить, но заглянуть в вашу творческую или в вашу журналистскую кухню. Есть ли какие-то источники, из которых это появляется? Можете ли вы нас направить к каким-то источникам, где мы можем найти какие-то интересные материалы, потому что мы вас слышим один час в неделю и так далее, или вы публикуете сами какие-то вещи? Вы мне могли поделиться, если возможно, конечно. Ну, я, во-первых, могу вам посоветовать читать статьи, которые публикует израильская журналистка американского происхождения Кэролайн Глик. Она публикует их на английском языке. У нее есть свой собственный сайт. И, в общем, я часто перевожу ее в статьи на русский язык. Их можно прочитать и на русском, но вы, читая все ее на английском, можете читать ее, так сказать, в оригинале. И я считаю, что она очень верно и очень интересно показывает ситуацию. Кроме того, ну вот остальные источники, я бы сказал, что они все-таки на иврите, поэтому, может быть, советовать их американской аудитории будет немножко непрофессионально. есть замечательный, есть замечательный востоковед Гайбе Хор, которого тоже часто цитирую и перевожу. Он в последнее время, правда, он пишет у него, он ведет свой сайт на иврите, и в последнее время как бы все его материалы посвящены несправедливости и беспределу, случившемуся на американских выборах, поэтому как-то он немножко отошел от ближневосточной темы. Есть доктор Мордыхай Кейдар, тоже блестящий специалист, который публиковал свои статьи и на английском тоже, но в последнее время вот я видел только его на иврите выступление. Ну, хорошо, давайте делаем так, как бы я в следующих передачах я попробую подумать еще о каких-то источниках. Действительно, сегодня сложно найти информацию, согласен с вами, потому что большинство мейнстримных СМИ, они не просто искажают такую верхнюю информацию, они ее просто умалчивают, они замалчивают ее, и поэтому как бы получить информацию из нуля, из просто замалчивания практически невозможно. Это большая проблема. Но я подумаю, кого еще я могу посоветовать нашим слушателям из тех, кто пишет на английском языке и, соответственно, может донести вот эту информацию до вас. Спасибо, спасибо большое. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Давайте вернемся к интервью Ганса. Да, так вот, во-первых, я хотел сказать, что это очень-очень важный момент, что центральная Саудовская газета, которая принадлежит королевской семье, то есть это не какой-то маленький невнятный листок, и это очень важно. Люди в Саудовской Аравии видят, что это центральная газета страны, фактически важнейшая газета страны, публикует интервью с человеком, который до сих пор считался как бы вне закона, абсолютно неприемлемой, глава израильской армии. И поэтому это очень интересно с точки зрения того, как Саудовская Аравия постепенно всё-таки продолжает двигаться в нужном направлении в сторону мира. И вот недавно совсем мы узнали, что Саудовская Аравия потихонечку, без лишнего шума, исключила антиеврейские, антиизраильские содержания в своих учебных программах. Просто взяли и процедурировали свои учебники, чтобы в них не было наращивания вот этой ненависти к евреям и к Израилю. Это тоже очень важный момент, очень показательный. То есть мы понимаем, куда они смотрят, в какую сторону. Что касается самого содержания интервью данного ганцам, и это, конечно, ужасно совершенно, оно выражает, во-первых, то, что наши левые израильские ничему не научились и ничего не осознали. И, во-вторых, косвенно объясняет то, почему Натания удержал в секрете от своих ближайших партнёров по коалиции Ганца и Ашкинази, лидеров «Белоголубых», свои соглашения с арабскими странами. Ганц начинает там распространять в этом интервью обычную левую повестку дня о том, как Израилю важно создать государство палестинских арабов за счёт Израиля, то есть на территории Иудеи и Самарии, о том, что Израилю совершенно не нужны земли в Иудее и Самарии и в Иорданской долине для того, чтобы распространить сам суверенитет, и о том, что в Иерусалиме найдётся место для столицы государства палестинских арабов. То есть в тот момент, когда арабы сами говорят, да ладно, ставьте в стороне этих самых палестинских арабов, давайте договариваться о том, что нам действительно важно, вылезает Ганц и говорит, нет-нет, ну как мы забыли палестинских арабов, мы же должны им что-нибудь дать, в какое положение ставит он арабов, которые вроде как отмели это всё, и тут выходит сам израильтянин и говорит, что нужно об этом поговорить и об этом что-то, как они после этого могут сказать Израилю, мы готовы пойти, оставив в стороне арабов палестинских, как они могут пойти и сказать, хорошо, давайте мы согласимся, нам не нужно ни это государство, ни столица в Иерусалиме этого государства идиотского, потому что на самом деле эти палестинские арабы всех уже достали, достали своим вечным нытьём, вечным своим изображением жертвы, тем, что они без царя в голове, они абсолютно безответственны, сегодня вроде они соглашаются на какие-то уступки, завтра они говорят, нет, ничего мы не хотим, и начинается опять террор, этот вал террора, который дестабилизирует весь Ближний Восток, и в какой-то момент арабские страны, такие как Саудовская Аравия и Объединенный Арабский Эмират, и Бахрейн, и Оман, и Марокк, говорят, да бог с ними вообще, давайте договариваться с Израилем без этих сумасшедших людей, потому что нам нужна стабильность на Ближнем Востоке, нам нужен тогда сильный Израиль, сильный Израиль, который может регулярно раз в неделю в среднем долбить иранские позиции, мы этого не можем, а он может, и нам нужно с ним дружить, тут вылезает ГАНС, и все это портит, причем ставит и их в идиотское положение, и наносит ущерб Израилу, и это, конечно, безусловно, ужасно обидно, ужасно горько, казалось уже сейчас, вот после того, что произошло, до левых, по крайней мере, до тех, кто считает себя умеренными левыми, должно было допилеть, что и Трамп, и Натаньяо, и все арабские страны не хотят вообще возвращаться к палестинской теме, то есть ведутся какие-то рабочие переговоры о том, чтобы вообще решить проблему палестинских арабов не за счет Израиля, за счет каких-то других совершенно проектов, я даже не хочу сейчас говорить об этом, потому что кажется таким фантастичным и таким чудесным, что боишься сглазить даже, на что я несуеверный человек, и тут приходит ГАНС и говорит, а как же мы про них забыли, и это показывает, насколько действительно Натаньяо прав во всем, что он делает, в том числе, когда многим казалось, ну зачем же он так унижает ГАНСа, своего партнера, и Ашкенази, заключает такое важное соглашение и ничего им не говорит, да вот поэтому именно и не говорит, потому что он знает, что от них ничего другого нельзя ждать, кроме как того, что они придут и все испортят. и действительно, и действительно, если сейчас как-то Солдовская Аравия начнет давать задний ход, несмотря на все те шаги, которые она делает, то в значительной мере это будет именно за счет вот этих вот глупых, бессмысленных, бестолковых и мешающих вообще всем заявлений ГАНСа, проигрывающих старую левую кость. Сергей. Да, спасибо. А теперь о делегации, которая, о делегации из мусульманской страны, которая посетила Израиль на неделе. Да. Ну вот на фоне всех этих удивительных событий, то есть у нас тут в Хануку вообще было из Марокко соглашение, а в следующий день еще происходит соглашение с Бутаном. Ну, соглашение с Бутаном это совсем другая природа соглашения, то есть Бутан не арабская, не мусульманская, вообще даже государство находится в другом регионе, и соглашение с ним не было напрямую связано вот с этим всем соглашением Авраама, но как-то уже все так возбудились, что стали еще смотреть, откуда еще что придет. И произошла такая интрига. Стало известно, что делегации из какого-то большого мусульманского государства посетила Израиль как бы с дальним прицелом для развития дипломатических отношений. Какая-то страна, с которой у Израиля нет никаких официальных связей. Все начали думать, что же такое за большая мусульманская страна, кто это может быть? Может быть, Индонезия, может быть, Малайзия, может быть, Пакистан. И вот не так давно британский специалист, исследователь в области борьбы с террором и насильственным экстремизмом, Нур Дахри, то есть вот все это происходило в течение этой недели, которая сейчас заканчивается, основатель британского аналитического центра Islamic Theology of Counter-Terrorism, он сообщил в Твиттере, что по его источникам в израильской разведке, что характерно, то есть этот самый британский исследователь пакистанского происхождения ссылается на источники в израильской разведке, премьер-министр Пакистана Имран Хан решил отправить официальное послание Израилю, чтобы начать политические и дипломатические переговоры с государством Израиля. То есть вот эта интрига разрешилась и стало известно, что, судя по всему, эта делегация из большой мусульманской страны была делегацией из Пакистана. Дальше Дахри объясняет, что Пакистан стремится к миру с Израилем, чтобы избавить себя от того отчаянного положения и тех напряженных отношений с Саудовской Аравией обненными арабскими эмиратами, в которых он оказался. Дело в том, что Пакистан во многих вопросах объединился с Турцией, а Турция сегодня возглавляет, по сути дела, братьев-мусульман. Эрдоган объявился вообще лидером братьев-мусульман. То есть два источника нестабильности на Ближнем Востоке это политический ислам Аятол из Тегерана и политический ислам братьев-мусульман во главе с Эрдоганом. Не случайно Саудовская Аравия братьев-мусульман объявила террористической организацией. И вот Пакистан с Турцией заигрывал. Саудовской Аравией и Объединенным Арабским Эмиратом это очень не понравилось. И Пакистан столкнулся с давлением со стороны арабских стран, которые потребовали, что он выходил из турецкого блока и нормализовывал отношения с Израилем. Зачем им это? Затем, чтобы вписать его в эту самую дружбу с Израилем. Саудовская Аравия как бы хочет всех-всех-всех подвести к этой нормализации, чтобы потом уже сказать, ну, как мы могли оставаться в стороне. То есть она главный двигатель, но делает это очень осторожно, впуская вперед всех своих сателлитов. И вот Дахри этот самый пишет так, что Имран Хан, президент Пакистана, он выбрал своего ближайшего помощника и попросил передать чувствительное послание Пакистана и Израиля. Этот советник, он живет в Великобритании, поддерживает тесные отношения с администрацией Трампа к Ближнему Востоку. Он вылетел из Исламабада в Лондон, откуда по своему заграничному паспорту приехал прямо в Израиль. И поскольку его визит был одобрен властями США и Израиля, его приветствовали израильские официальные. Запишет вот этот самый аналитик британский в аэропорту в Ингурьоне и сопровождали в Министерстве иностранных дел Израиля, где он встретился с несколькими политическими деятелями, дипломатами и передал послание премьер-министра Пакистана, прошу прощения, не президента, премьер-министра. И он пробыл несколько дней в Израиле и встретился с директором израильской разведки Йоси Коином. И, значит, как бы по сведениям этого самого аналитика, Пакистан хочет поддержки Израиля, чтобы остановить вот эту воссоздавшуюся у него холодную ситуацию с арабскими странами и поддержать его в разных международных вопросах. За это Пакистан готов начать смягчение политических контактов и вот такие очень мягко, очень осторожно и за опасение религиозной позиции внутри страны. И, как сообщает этот самый аналитик, государство Израиля очень тепло приветствовало пакистанский подход и заверило, что сделать все возможно, чтобы помочь Пакистану в этой вот ситуации как бы вернуться в дружеское ООН под крыло под сень Саудовской Аравии. Вот если Пакистан начнет открытые политические переговоры с государством Израиля. То есть мы видим, что эта динамика, она продолжает снова. Это вот как с Марокко, то есть просто с Марокко мы уже все знаем, с Пакистаном пока мы только говорим догадками, мы предполагаем, что так оно происходит, но мы знаем, что аналогичные переговоры ведутся и с другими большими мусульманскими странами. Случайно журналисты терялись в догадках, кто это был, Пакистан или Индонезия или Малайзия. То есть действительно мир очень сильно меняется. Это изменение полностью, целиком, результат вот того нового подхода, который применил Трамп, подхода, который, по сути дела, просто строился на здравом смысле и отказе от экспертных, снова возьмем эти слова в кавычке, мнений. И поэтому продолжаю отвечать вот на вопрос, который был задан, что может сделать администрация Байдена, если она все-таки сумеет захватить Белый дом. Я думаю, что во внутренней американской политике, конечно, если им не удастся в Джорджии получить эти два места, и у них не будет большинства в Сенате, они будут здорово стреножны. Во внешней политике, благодаря, так сказать, президентским полномочиям, они смогут действовать больше. Мы помним, что Обама действительно очень много мог сделать во внешней политике, и Сенат не мог ничего ему, как бы не мог противостоять ему. С другой стороны, и кроме того, я хочу еще сказать, что надо понимать, что насколько мы видели, была враждебная Израилю администрация Барака Обамы, но можно сказать, что Барак Обама был просто филосемитом, другом евреев и Израиля по сравнению с той командой, которая приходит сейчас вместе с Байденом. Сам Байден, разумеется, не функция. За ним стоит Харис, но за Харис стоят уже люди вроде Ирхан Омар, Рашид Лаеб и всей этой банды, которая, конечно, хотела бы просто использовать ядерный потенциал Америки, чтобы бросить его на Израиль. Как удастся лавировать в этой ситуации? Ну, все-таки будем надеяться, что и демократы неоднородные. Мы уже знаем, какие трещины сейчас прошли между умеренными демократами и между вот этими радикалами, которые хотят захватить власти и сместить на НСПЛОС весь старый демократический демократический. Будем надеяться, что они будут грызть друг друга и будут ссориться между собой, а республиканцы, наоборот, как бы объединятся и будут работать вместе и слаженно. И все это, конечно, как-то можно надеяться затормозить те разрушительные последствия, которые принесет с собой администрация БАИ. Ну, а здесь, на Ближнем Востоке, надеюсь, что Израиль во главе с Натаньяу и арабские страны из лагеря Саудовской Аравии тоже им хватит ума, выдержки и мужества, чтобы свой союз, приобретенный сейчас, не потерять и продолжить противостоять двум силам вражеским. Братьям-мусульманам и режиму Аятулвера. Да, Александр, не то, чтобы поспорить, но несколько, несколько приземлить, что ли, ваши мысли, надежды и чаяния. администратористический подход. Да, несколько не хотелось этого делать, но придется. Сенатор Круз, кстати, вносил законопроект, признающий мусульманское братство террористической организации. Естественно, демократы против, с учетом того, что демократической партией по сегодняшний день управляет Барак Обама, большой друг мусульманского братства. И, кстати, вот этих антисемиток, которых вы перечислили, это его произведения. Он поддерживал их на выборах, когда они избирались в Конгресс. Он выступал за них. Поэтому Байден не играет никакой роли. Это человек, на которого достаточно материала накопилось, да уже фактов. А в один прекрасный момент, если вдруг он начнет сбрыкивать и не... И, кстати, Харрис, это тоже, так сказать, произведение Обамы, не кто-то другой. Обама хотел ее, поэтому Обама в начале избирательной кампании говорил Байдену, Джо, ты не должен этого делать, тебе совсем не обязательно, потому что он знал, что за Байденом там такой шлейф тянется, такие скелеты в шкафу. Поэтому он... И после того, как Байден закончил свой срок вице-президентом, логично было предположить, что он будет рануться. Нет. Барак Обама понимал, что Байден такой сбитый летчик. Но поскольку в этой ситуации он попытался протолкнуть Харрис, которая не набрала, которая слетела с выборов до первых праймарис, он нашел другой вариант. Он выставил фигуру Байдена при условии, что он назовет своим вице-президентом Харрис, который будет исполнять его радикальные планы. И в любой момент, зная, что за Байденом тянутся скелеты в шкафу, он его может убрать, если вдруг он... ему приснится, что он является независимым президентом Соединенных Штатов Америки. Поэтому по сей день Байденом и всей этой избирательной кампанией руководит Барак Хусейнович Обама. Именно поэтому демократы отказались поддержать законопроект о том, что мусульманское братство является террористической организацией. И поэтому... Принято и в Израиле, и в Саудовской Аравии, и в Минокровских Эмиратах, и в Марокко, и еще в огромном количестве стран. Так что списывать со счетов Обаму нельзя. Это по его команде кандидаты в президенты либо оставались в гонке, чтобы не допустить Берни Сандерса до победы. Потому что Сандерс тоже как бы такой... как обезьяна с гранатой. Он неуправляемый. Ну, в каких-то случаях его можно было купить, кинуть там, вернее, отступные ему дать после того, как они его свалили на прайморис во время выборов 16-го года. Но все-таки это не то, что хотел Барак Обама. Поэтому вот то, что та политика, которая будет осуществляться в том случае, если Байден все-таки станет президентом, это опять про-исламистская политика, которой будет руководить Барак Хусейн Обама. И тут если у нас есть буквально еще одна минута, я хотел бы продолжать вашу мысль сказать момент, который кажется не очень важным. То есть мы часто слышим споры на тему Барак Обама, он мусульманин или не мусульманин, это конспирация или не конспирация. Я хочу сказать, что это не так важно. Дело в том, что мусульманин для Барака Обама не имеет никакой роли. Дело в том, что Барак Обама, мы знаем, что он вырос на марксистских идеях. Он действительно вырос в мусульманской среде. И он ненавидит Америку как бы именно за ее либерально-демократическую модель. Он ненавидит Америку в принципе как либерально-демократическое государство и в поисках модели альтернативной, то есть для него совершенно естественно желать модели, которые объединяют как бы и марксизм и ислам вместе. Это модель политического ислама, то есть братьев мусульман или Ирана. То есть близость или как бы та трепетка, с которой Барак Обама относится к братьям мусульманам или к шрифскому и к аятолам в Иране, это не просто прихоть или даже не столько связано с его мусульманским происхождением или немусульманским происхождением, а для него это действительно реальная альтернатива тем либерально-демократическим ценностям, на которых построена Америка. Вот тем ценностям, в которых написана Конституция от сами основателями. Потому что это он ненавидит. Это он считает, вот тоже как они говорят, белый расизм, супремасизм, институционный расизм и прочее. А что альтернатива? Альтернатива это смесь марксизма и ислама. То есть политический ислам, братьев мусульман и аятол в Иране. Абсолютно. Эти люди будут продвигать эту адженду. И для них Ближний Восток даже не главная цель. Они хотят построить политический ислам в Америке. И они будут бороться за власть в Америке, создание политического ислама в Америке. А Ближний Восток это так по ходу дела. Спасибо, Александр. Спасибо. Шаббат. Шалом. И до следующей встречи. Всего доброго. До следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»